всем привет с вами олег ратов сегодня мы начнем очередную выпуск по покраске мдф таких вот листов уже крашеных мы его просто будем перекрашивать восстанавливать это дверь от шкафа из мдф окрашенная в матовый цвет была окрашена полумат вернее потому что немножко есть проблески она пожелтела давным-давно значит и шо мы первым делом делаем это снимает завис и все ручки которые имеются на дверях дырочки оставляем на своих местах потому что зеркало здесь было она станет обратно на свое место вот и хорошенько мы шлифуем короче шлифовальной машины значит шлифуем наждачной бумагой 180 220 где-то таких пределах да значит поверхность красилась видно каким-то не опытным мастером кисточкой потому что есть разводы от кисточки но мы будем его покрывать краска пультом с помощью компрессора вот остались разводы от кисточки значит надо все хорошенько зашкуриваем сейчас я вам покажу лицевую сторону вот здесь тоже здесь тоже не аккуратно было все сделано вам не видно конечно вот значит такая вот она лицевая сторона здесь также сам в принципе надо было задувать но это видать шкаф красили уже на месте в квартире где он стоял обычно когда мы красим шкафы в квартирах да мы используем валик поролоновый валик и очень жидкую краску чтобы принципе эффект он получается как от пистолета близ возле эффекта пистолета но не то пистолет конечно из пистолет покраска компрессором значит и что мы сейчас делаем мы затираем хорошенько смотрим или нет побитых мест и если что шпаклюем значит грунтовку наносить мы не будем будем сразу наносить краску краску мы будем наносить значит полуавтомобильную я уже не пользовался мобилак называется фирмы хротекст и она продается на территории греции где я провожу свои работы так что краску не знаю кто будет интересоваться по поводу краски я краску сказал какой буду использовать вряд ли вы ее найдете но я так смотрел другие видео которые там на территории россии украины белоруссии да вот значит там есть краски свои и очень даже неплохие краски фирм я вам не скажу вы уже сами будете смотреть по обстоятельствам под кошельку очень большой выбор краски обычно mdf покрывают эмалью эмалью вот она очень глубокий придает цвет очень хороший блеск придает эмальная краска но также некоторые используют и автомобильные краски такие как акриловые автомобильные краски тоже и которые не самые дешевые которые идут как бы вместе с лаком они идут есть такие краски которые есть короче как автомобильная без лака то есть после того как допустим покрасили надо пройти чтоб он придал блеску надо пройти еще сверху лаком но есть такие которые уже как бы вместе с лаком идут они не знаю я конечно не пользовался ними одну машину я красил такой краской довольно неплохо блеск блеск хорош вот так что не знаю смотрите сами я буду использовать значите мобилак это у нас полу полу даже не знаю как ее назвать масляная она не масляная с лаком она или это эмаль потому что перевести вот она она называется верни хрома до верни хрома это вернике это как бы лак если пользоваться переводчиком я переводил как переводится верни хрома это эмальная окраска переводится да ну тут если перевести это получается как раз к слаг короче не знаю посмотрите результаты оцените и сами напишите мне в комментариях понравилось вам или не понравилось короче сейчас буду затирать смотрите дальше какие будут проводиться работы в глянец буду красить еще раз говорю глянец всем привет с вами олег ратов сегодня мы начнем очередную выпуск по покраске мдф таких вот листов уже крашеных мы его просто будем перекрашивать восстанавливать эта дверь от шкафа из мдф окрашенная в матовый цвет была окрашена полумат вернее потому что немножко есть проблески она пожелтела давным давно значите шо мы первым делом делаем это снимает завис и все ручки которые имеются на дверях дырочки оставляем на своих местах потому что зеркало здесь было она станет обратно на свое место вот и хорошенько мы шлифуем короче шлифовальной машины значит шлифуем наждачной бумагой 180 220 где-то в тех пределах да значите поверхность красилась видно каким-то неопытным мастером кисточкой потому что есть разводы от кисточки но мы будем его покрывать краска пультом с помощью компрессора вот остались разводы от кисточки значит надо все хорошенько зашкуриваем сейчас я вам покажу лицевую сторону здесь тоже есть тоже не аккуратно было все сделано вам не видно конечно вот значит такая вот она лицевая сторона здесь также сам в принципе надо было задувать но это видать шкаф красили уже на месте в квартире где он стоял обычно когда мы красим шкафы в квартирах да мы используем валик поролоновый валик и очень жидкую краску чтобы принципе эффектом получается как от пистолета близко возле эффекта пистолета но не то пистолет конечно из пистолет покраска компрессором значите что мы сейчас делаем мы затираем хорошенько смотрим или нет побитых мест и если что шпаклюем значит грунтовку наносить мы не будем будем сразу наносить краску краску мы будем наносить значит полуавтомобильную я уже не пользовался мобилак называется фирмы хротекст и она продается на территории греции где я провожу свои работы так что краску не знаю кто будет интересоваться по поводу краски я краску сказал какой буду использовать вряд ли вы ее найдете но я так смотрел другие видео которые там на территории россии украины белоруссии да вот значит там есть краски свои и очень даже неплохие краски фирм я вам не скажу вы уже сами будете смотреть по обстоятельствам под кошельку очень большой выбор краски обычная mdf покрывают эмалью эмалью вот она очень глубокий придает цвет очень хороший блеск придает эмальная краска но также некоторые используют и автомобильные краски такие как акриловые автомобильные краски тоже и которые не самые дешевые которые идут как бы вместе с лаком они идут есть такие краски которые есть короче как автомобильная без лака то есть после того как допустим покрасили надо пройти чтоб он придал блеску надо пройти еще сверху лаком но есть такие которые уже как бы вместе с лаком идут они не знаю я конечно не пользовался ними но одну машину я красил такой краской довольно неплохо блеск блеск хороший вот так что не знаю смотрите сами я буду использовать значить и мобилак это у нас полу полу даже не знаю как ее назвать масляная она не масляная с лаком она или это маль потому что перевести вот она она называется purchим хромодовар нет рома это бар yetہ это как бы лак если пол и по drink пользоваться переводчиками переводил как переводится в learning хрома это эмальная краска переводится да но тут если перевести это получается как раз кослаков короче не знаю посмотрите результат из оцените и сами напишите мне в комментариях понравилось вам или не понравилось короче сейчас буду затирать смотрите дальше какие будут проводиться работы в глянец буду красить еще раз говорю глянец не ума и так зашкурить и мы наши двери и сейчас приступим покраски хорошенько обдули воздухом вытерли чтоб не было никаких пылинок хорошо на улице нету покрасочной камеры первым же мы делаем обкрашиваем торцы и потому жирным слоем навхрист налаживаем краску на поверхность сейчас пока покажу вам как это делается а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...